Трением железа о кирпич можно добыть огонь, но у рабочих в парке дружба иная задача. Им нужно демонтировать старые ступени. Михаил Казарян хочет завершить процесс поскорее, по специальности мужчина-строитель, так что выступы больше любит возводить. А возле канала они будут особенными. С двух сторон получаются ступеньки, а средина и лавочка, сидушка и пароход. И человек, чтобы прошел, сидел, опять прошел, сидел. Ступеньки будем сделать с бетона, с опаловки. Сначала с опаловки, а потом бетон будем залить, как и с двух сторон уже сделаны. Здесь демонтируем спортивную площадку. Спортивную площадку оборудуют на входе у северных ворот парка. Тротуарную плитку ради этого уберут. Параллельно рабочие чистят канал. Уже демонтировали светильники с фонарных столбов. Установят на них современные плафоны. Впрочем, появятся на территории совсем новые опоры. Парк будет освещен целиком. Кабели проложат под землей, а не по воздуху, как сейчас. Реконструкция стоила муниципалитету почти 30,5 миллионов. Люди могут ходить, наслаждаться красотой, отдыхать, гулять с детьми. К нам уже приезжают международные свадьбы. Это очень приятно, что китайские свадьбы уже обращают внимание на парк дружбы. Ну и вообще это место для микрорайона очень такое хорошее. В плане сквера дети гуляют, взрослые отдыхают. Вообще замечательно, что горожане обратили внимание на парк дружбы, и она вошла в программу благоустройства. Благоустраивать парк начали в 2012 году. Отремонтировали беседки, ворота центрального входа, установили спортивные турники. По всей территории пролегли пешеходные и велосипедные дорожки. По ним можно гулять и сейчас, невзирая на ремонтные работы. Подрядная организация на участке, те, которые наиболее опасны, она их закрывает, и допуск людей запрещен туда. Весером проезжая по Новотроицкому шоссе, я вижу, что на этой части парка дружбы тоже достаточно много народу гуляет. И сегодня уже нет такого, что вот здесь первая очередь, вторая очередь, то есть парк дружбы встал в основу свою от самого начала до самого конца. Конечный этап реконструкции парка включит обновление китайских пагод, но это вопрос далекой перспективы. Новенькие ступени и свежий пруд горожане увидят в конце этого лета, если процессу не повредит погода. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город».